Глава 21. Сотворение Адама Утром в комнате было почти темно. Тяжелые темные облака навесли над самой землей и не пропускали солнечный свет. Как тошно было раньше в такие дни. Но сегодня Юр лежал с открытыми глазами. В последние две недели жизнь стала совершенно другой. Хорошо, что появился дедушка, думал Юра. Интересно, что меня больше привлекает? То, что он рассказывает, или то, что меня ждут, и я могу там два раза в день поесть? А если бы всего этого не было? На некоторое время он задумался, как бы вслушиваясь в себя. Нет, я бы все равно ходил. Мне очень хочется узнать об этом любящем Боге. Я не знаю, встречу ли я в жизни еще кого-нибудь, кто знает о нем. В интернате началась эпидемия гриппа. Ребята один за другим бегали в медпункт, измеряли температуру, некоторые не возвращались, оставаясь в изоляторе. Так случалось каждый год. Иногда даже занятия отменяли, потому что больше половины детей болели. Тогда те, кто не болел, имели много свободного времени. Но никогда не знаешь, заболеешь или нет. Дедушка попросил Сажу прочитать стих 27 из главы 1 книги Бытие, а Юру – стих 7 из 2 главы. И сотворил Бог людей по своему образу и подобию, сотворил мужчину и женщину, благословил их и сказал им. И тогда Господь Бог взял пыль земную и создал человека. Господь вдохнул в нос человеку дыхание жизни, и тот стал живым существом. Сначала Бог сотворил мужчину, а потом в тот же день сотворил ему жену. Сегодня мы рассмотрим, что говорит Библия о сотворении первого человека. Бог назвал мужчину Адамом, что означает «человек». Но после того, как Бог создал человеческое тело, в человеке еще не было жизни. В нем было все, что необходимо, но он был как бы без жизни. Не дышал, и та часть его, сотворенная по образу Божьему, еще не жила в нем. Только когда Бог вдохнул жизнь в человека, он стал живою личностью, которая могла познавать, любить и слушаться Бога. Только Бог мог заложить жизнь в Адама. Ни солнце, ни луна, ни земля, ни птицы, ни животные, ни рыбы, ни Божьи ангелы, ни человек, ни сатана, ни бесы не могут дать жизни. Все получили свою жизнь от Бога. И никто, и ничто, кроме Него, не в силах дать жизнь, чему бы то ни было. Бог отличается от всего созданного им. Он величественнее всех своих творений. Вот давайте посмотрим хотя бы на эту лампочку. Дедушка положил на стол лампочку. В ней все есть. Она целая. Но что от нее толку, если она не светит? Она не подсоединена к источнику энергии. Дедушка вкрутил лампочку в патрон, и появился свет. А вот представьте себе, что электростанция остановилась. Подскажите, что произойдет? Везде будет темно, – выпалил Славик. А еще подумайте о больницах, фабриках. Бормашина у зубного не будет сверлить, – улыбаясь, сказал Юра. И все засмеялись. Я думаю, что остановятся все фабрики и заводы, – начал Славик. Нас водили на завод, и там все электрическое. Подобно тому, как электростанция является для нас источником электричества, так и Бог является нашим источником жизни. Все получили свою жизнь от Бога и полностью зависят от Него. Когда Бог вдохнул в ноздри человека дыхание, жизни, то сразу он ожил, он начал дышать и был сильным и здоровым мужчиной. В мире не было бы болезней, ни смерти. Адам был первым и единственным человеком, сотворенным Богом из земли. Бог сотворил из земли только одного мужчину и только одну женщину из Него. Бог повелел им иметь детей, чтобы весь мир постепенно наполнялся людьми. Адам – прародитель всех людей. А как же тогда одни белые, другие черные, третий – желтые, – спросил Славик. Адам – прародитель всех людей, независимо от расы, культуры или страны. Адам также и мой прародитель. Он – прародитель всех людей. Все мы произошли от первого человека. Он – отец всего человечества. Прочитай-ка нам, Сашок, дальше, 28, 29 и 30 стих. Обзаводитесь детьми, чтобы умножалось число людей. Наполняйте землю и владейте ею. Властвуйте над рыбами в море и птицами в небе. Властвуйте над всеми живыми тварями, движущимися по земле. Бог сказал, я даю вам все злаки и все фруктовые деревья, которые приносят плоды с семенами. Зерно и плоды будут вашей пищей. Я также даю животным все зеленые растения. Все животные на земле, все птицы в небе и вся ползучая мелочь на земле будут питаться ими. И стало так. Бог возложил на человека ответственность за землю и все, что на ней. Бог хотел помочь человеку научиться заботиться обо всем, что он дал ему. Представьте себе богатого человека. У него большое состояние. Растет сын. Он любит сына и доволен им. Он решает передать ему богатство. Но отец знает, что ответственность на сыне огромна. И ему необходим наставник. Отец рад, что может сесть и обговорить с ним каждое решение. Рассказать ему, как вести работу. Бог тоже был очень доволен первым сотворенным им человеком. Бог поговорил с Адамом и сказал ему, что тот должен делать, как представлять Бога на земле. Бог имел право решать, кому отдать землю. Он не отдал землю своим ангелам. Он не отдал ее сатане и бесам. Смотрите, что написано в Псалме 23 в 1 стихе. Господня земля и что наполняет ее вселенная и все живущие в ней. Поэтому Бог мог дать ее тому, кому он был расположен. Славик, прочитай нам первую книгу «Паралипоменон». То прочитать? Парапали... Пытался повторить Славик. Паралипоменон. Это старое слово обозначает летопись. Прочитай главу 29, 11 стих. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. Богатый человек решил сделать своего сына управляющим. Отец имел право сделать такой выбор. Он возлагал ответственность не на кого-нибудь, а на своего сына. Никто иной, кроме сына, не имел бы права распоряжаться делами отца. Бог сотворил все. Поэтому этот мир и все, что находится в нем, принадлежат Богу. И Он имеет право решать, кому отдавать землю. Он отдал ее человеку, так как Он Господь Всевышний. Представьте, на какое место поставил Бог человека. Ну что, ребятки, время уходить. Снова приходите. Приходится нам расставаться. Бегите, до встречи вечером. Субтитры создавал DimaTorzok